В комментариях к видео и в специальной теме в моей группе ВКонтакте вы спрашивали меня, как вклеить перегородки, когда они стоят узко друг к другу, да, то есть близко. Постараюсь сегодня максимально подробно вам весь процесс этот показать. Как обычно, в первую очередь нужно обезжирить стекла внутри аквариума, куда мы будем вклеивать перегородки и детали, собственно, перегородок. Для этого можно взять ацетон или спирт, или изопропиловый спирт, я миллион раз об этом говорил, я думаю, что вы все уже знаете и так. Затем наклеиваем скотч внутрь аквариума. Значит, смотрите, мы имеем деталь с двух сторон, заклеенную скотчем, раз, и два, имеем такое посадочное место, куда мы будем вклеивать нашу перегородку. У меня есть такая чудная штуковина, которая позволяет вклеивать эти самые перегородки. Если вы не клеите их по 20 штук в день, то, наверное, в ней нет необходимости, нужно и так склеиться, да? К тому же я вторую часть перегородок буду клеить без приспособлений. Но суть приспособления в том, что оно устанавливается на аквариум. И вы можете его передвигать. А здесь есть крепеж для стекла. Вот так это все хозяйство в сборе выглядит. Я установил, выставил зазоры, и теперь осталось прокачать. Прокачать, сформировать шов и снять скотч. Теперь нужно сформировать швы. Я это буду делать с помощью шпателя и снять скотч. С этим затягивать не нужно, потому что этот самый герметик образует такую поверхностную пленку, он быстро очень застывает. И если вы пойдете пить чай на этом этапе, то герметик засохнет и будет тянуться за скотчем, будет очень некрасивый шов. Можно пройтись несколько раз шпателем, чтобы основательно убрать излишки. И то же самое делаем с другой стороны. Дальше нам нужно снять скотч, чтобы он не засох. Вот что у нас получилось. Есть небольшие пятнышки, их можно будет почистить, когда герметик подсохнет. Не рекомендую вам убирать их немедленно, потому что вы только размажите герметик по стеклу. Нужно подождать, пока он высохнет. Теперь вовнутрь аквариума мы также наклеиваем скотч. Я беру более гузкий, потому что расстояние всего 28 мм между стеклами. Этот скотч 19 мм. И наклеиваем. Дальше берем соседнюю стенку, которая будет вклеена рядом с этой, которую мы уже приклеили. Также ее обезжириваем. Также наклеим скотч, нанесем, но только на боковые стороны. Потому что под этой перегородкой должна течь вода. То есть она будет вклеена только двумя сторонами. По моему чертежу, эта самая перегородка, которую мы будем вклеивать, должна быть в 50 мм от дна. А для этого я взял брусочек, подклеил на него пластик, для того, чтобы набрать общую высоту 50 мм. На этот брусочек я буду ставить нашу перегородку. Затем берем перегородку, наносим на нее герметик с одной стороны и будем вставлять ее в опарю. Значит, там прицелились, попали, а с этой стороны нужно прокачать. Затем я обработаю внутри это пространство средством для мытья стекол, средством для мытья посуды. Для того, чтобы лучше сформировать шов, во-первых. И самое главное, для того, чтобы скотч лучше отстал. Потому что, когда вы начнете этот внутренний скотч тянуть, он потянет за собой перегородку, и она может сдвинуться с места. А когда вы намочите, скотч намного легче отлипает. Только нам еще в этой части клеить, поэтому нужно как-то мне попробовать только там намочить. Дальше, собственно, как сформировать все это хозяйство. Ну, нужен какой-то, не знаю, узкий предмет. Вот у меня под рукой кусок профиля оказался. Попробую сейчас им сделать. И нам осталось попробовать аккуратно снять скотч. Если он там заговнячит герметиком внутреннее пространство, плохо себе представляю, как его оттуда убирать. Вот такие, получается, шовчики. Они подсохнут. Снаружи можно будет еще немного обработать. Ну, не то, что прям вот мечта перфекциониста, но годится. Для технической емкости вполне себе приемлемый вариант. Особенно, когда у вас стоит задача склеить такие узкие отсеки. Наш шамп практически готов. Осталось дождаться, пока высказать герметик, это примерно неделька, и зачистить вот эти небольшие огрехи, которые возникли в процессе склейки. Если вам показалось, что это простое занятие, то да, вам показалось. Потому что все-таки требует сноровки. Мне не часто приходится склеить такие узкие перегородки. Очень трудно без задоринков и прям без крючка сделать идеальные швы внутри этих самых узких мест. Но думаю, что этот способ, который я вам показал, он в любом случае поможет добиться лучшего результата, чем если бы вы греили как-то иначе. Еще хочу посоветовать, если вы хотите сделать себе именно такую конструкцию сампа, то сделайте эти перегородки пошире. В принципе, плюс-минус сантиметр вам роли не сыграет, но если они будут внутри там не 30 мм, а хотя бы 40 или 50, уже будет проще и уже, в принципе, потом вы сможете туда подлезть и почиститься. Надеюсь, вам был полезен этот выпуск. Подписывайтесь на канал, пишите комменты, ставьте лайк. В следующих видео вы увидите, как мы ставим этот самп, как мы делаем фитофильтр. Кстати, фитофильтр вот он сохнет, стоит, тоже вам покажу обязательно. Ну, что, увидимся в новых видосах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok